Девушки отдыхают Но, чтобы это увидеть, давайте обратимся к следующему пункту, части введения, ключевые фигуры. Грэм Голдсуорси, богослов-современник. Грэм Голдсуорси. Для начала несколько биографических данных. Он современный нам богослов, раннесовременный. Евангельский богослов, представитель англиканской церкви. Получил образование в Богословском колледже Мура. Свои докторские исследования писал под руководством Джона Брайта, исследователя Ветхого Завета. В богословской семинарии «Юнин» в штате Вирджиния. Он внес существенный вклад в библейское богословие как представитель евангельской и реформатской традиций. По-моему, я раньше же упоминал тот факт, что он был моим преподавателем по библейскому богословию. Хотя от его позиции я в определенных аспектах отошел. Голдсорси высоко ценил вклад Восса в богословие. Однако критиковал Восса за то, что тот не доработал свое богословие. Поэтому, с точки зрения Голдсорси, библейское богословие Восса представляет собой все-таки незаконченный труд. Второе. Лейтмотив царства. Ключом ко всей Библии Голдсорси считает христологию. Христология – ключ ко всей Библии. Согласно Голдсорси, мы не можем читать Библию так, как это делают иудеи. Голдсорси опирается на Марка, 1 главу, 14-15 стихи. Время исполнилось. Ветхозаветные ожидания исполнились. Царство Божие уже на пороге. Царство Божие приблизилось. Итак, если Иисус определял Себя и Своё служение в контексте Царства, и в этом же контексте Он понимал Свою Библию, то это должно быть лейтмотивом, основой и для нашего понимания Библии. В то время первой публикацией Голдсорси по библейскому богословию должна была стать книга «Евангелие и Царство». С точки зрения Голдсорси, Царство характеризуется определенной моделью, отражающей Божий замысел. И эту модель мы видим в повествовании об Эдемском саде, во второй главе книги «Бытия». Звучит она, о самой модели мы поговорим позже, и в обетовании Бога Аврааму. Итак, модель звучит в обетовании, прослеживается в истории израильского народа, отражается в уповании Израиля на пророческое слово, в уповании на пророческое слово, а также воплощается в служении самого Иисуса Христа. Однако воплощение данной модели, воплощение идеала в жизнь — это дело будущего. С возвращением Иисуса Христа она должна приобрести законченный вид. В отличие от классических диспенсационалистов и в отличие от диспенсационалистов-прогрессивистов, Голдсуорси пишет в парадигме не премиленаризма, а амиленаризма. Поэтому для Голдсуорси мы уже живем в период Тысячелетнего Царства, описываемого в Откровении 20. Иначе говоря, этот материал следует понимать образно. Амиленаризм — не самое удачное название для данной позиции, поскольку это особый вид миленаризма, символический миленаризм. Как выразил это другой амиленарист, Джей Эдам — это символический миленаризм. Итак, Тысячелетнее Царство — это явление духовное, а не земное. Отсюда и соответствующая модель. Третье — это так называемая мантра Голдсуорси. Он говорит о модели Царства, установленной уже в Эдемском саду. В связи с этим возникает вопрос, что она из себя представляет. И вот как он это формулирует. Царство Божье — это Божий народ в Божьем месте под Божьим руководством. Божий народ в Божьем месте под Божьим руководством. Здесь он выражает важную мысль, которая также принадлежит и Росне. Она звучит в его введении в библейское богословие, которое я настоятельно рекомендую вам прочитать. И вот что Голдсуорси говорит о Царстве. Даже неглубокий анализ приводит нас к тому, что тот факт, что термин «Царство Божие» не употребляется в Ветхом Завете, не имеет серьезного значения. Главная идея плетена в канву всего Писания. И эта важная мысль, если вы следите за логикой изложения Голдсуорси, оказывается, здесь неактуальной. Она стоит особняком от его общей концепции библейского богословия. И состоит она в следующем. В изучении Библии следует разграничивать такие вещи, как наименование и понятия. Так, понятие может присутствовать там, где отсутствует само наименование. Оно может быть облачено в форму, например, метафора или сравнения или рассказа. Следовательно, отсутствие в бытие 1 и 2 самого термина «Царство Божие» отнюдь не означает, что там нет и соответствующего понятия. И это одно из серьезных ограничений языковых исследований Библии. Долгое время было принято прослеживать употребление того или иного слова в Библии, что отчасти позволяло получить определенное представление о соответствующем понятии. Однако понятие, выражаемое тем или иным термином, будь то завет, царство, храм, может вполне появляться в Писании и без конкретного наименования, выражаясь в метафорах, нарративах, сравнениях. Например, когда я рассматриваю покаяние, то есть понятие покаяния в свете библейского учения, классическое нарративное выражение покаяния – это блудный сын. Он приходит в себя, осознает свой грех перед небом и отцом и возвращается к своему отцу, возвращается. В самой притче слово «покаяние» вы не увидите. А вот соответствующее понятие там есть. Более того, в широком контексте Луки 15 Иисус в двух предыдущих притчах о потерянной Драхме и о потерянной овце говорит о том, что на небе радость будет больше об одном грешнике, кающемся, чем о 99 праведниках, которые не нуждаются в покаянии. То есть фактически вся глава посвящена теме покаяния. Несмотря на то, что термин как таковой в притче о блудном сыне не употребляется. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте 3wtvseminari.com Итак, Голд Суэрси здесь абсолютно прав. Поэтому, когда вы будете проводить собственное исследование, дата презентации 2 мая, будь то завет или что-то еще, непременно помните, что ваша задача проанализировать понятие завета, а не просто ряд терминовой симфонии. В этом вам поможет чтение литературы по курсу. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»